На личный прием главе округа Дмитрию Волошину и депутату Государственной Думы Ирине Родниной обратилась Химчанка с просьбой решить жилищный вопрос. Семья Анны Ноздриной насчитывает пять человек, а ее сын имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, пользуется креслом-коляской. Согласно решению Совета депутатов городского округа Химки, дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата имеют право на получение жилья, доступ к которому оборудован пандусом, подъемником или другими элементами безбарьерной среды. Дмитрий Волошин поручил начальнику управления жилищной политики администрации помочь Химчанке собрать все необходимые документы и подыскать соответствующее жилье. Кроме этого замглавы Химы Карина Теслева рассказала, что ребенку будет оказана еще и дополнительная помощь по реабилитации. С коммунальными проблемами на прием обратилась Анна Курашова. Женщина проживает на улице Ленинградской в доме 1957 года постройки. В подвале протекает канализация, а рядом течь дает теплотрасса, жалуется Химчанка. Дмитрий Волошин дал распоряжение заместителям ускорить капитальный ремонт в доме. Здесь комплекс по капитальным работам. У меня предложение такое. Домом управляет государственная компания, наша муниципальная, жилищник. Правильно? Да. Вы, пожалуйста, инициируйте собрание еще раз. Приглашайте на него представителей фонда капитального ремонта. Пределите те работы, которые нужно по этому дому сделать. Это первое. Второе. Я лично попрошу руководителя фонда капитального ремонта это дом передвинуть по времени. Там на 22 или 23 суббота. То есть, чтобы сейчас его сделали. И пока локально все, что сейчас там течет, должно быть ремонтировано. Приемы граждан глава городского округа проводят каждый месяц. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране.